Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами сегодня интересные моменты по рынку на середину мая. И не будем долго затягивать, перейдем к обзору. В начале, как всегда уже по нашей маленькой традиции, золото, металлы. Ребята, что по золоту? Интересная неделя по этому инструменту была. Потому что очень мне было интересно наблюдать за тем, удержат ли нас на этом уровне. Уровень у нас еще пришел с февраля. Поэтому все-таки ожидания мы и оправдались. Идем дальше по тренду. Вчера еще протестировали, закрылись выше. Золото смотрится хорошо. Я бы сегодня посмотрел даже на открытие длинных позиций. Не переносил бы через ночь, естественно. Потому что металлы, да, золото остро реагирует на все новостные абсолютно триггеры. Поэтому более локально посмотрим. Ну да, боковик, вы видите, мы вышли выше. И сейчас расторгуемся, то есть не идем ниже. Поэтому я бы посмотрел. Единственное, что смущает, вот я посмотрел на часовой график. Хаю у нас понижательное. Но тем не менее, на дневном мы видим глобально рост. Вот, поэтому я бы все-таки рассмотрел на лонговой позиции. Более скрупулезно, да, если мы рассмотрим. Ну, скорее всего, все-таки вот это сильное сейчас, да, отыграло. Потому что на объеме. Пытались мы ниже закрепиться. Я вчера наблюдал. Тоже было интересно за этим наблюдать. Засадили у нас всех этих игроков, да, которые пытались шортить. И вышли выше. Сегодня открытие вниз. Это не есть хорошо. Скорее всего, можем еще раз протестировать вот зону 18-20. И тогда уже по закрытию сегодняшнего дня на понедельник можно будет точно сказать, если все-таки покупатель удержит эту зону. Тогда, естественно, что мы идем вверх. Если мы пробиваем, ребята, 18-11, я бы рассматривал наши рты даже с учетом нашего восходящего тренда. Нефть. Нефть вчера, кстати, залили очень сильно. Все красиво рисовали. Я думаю, многие здесь попались на этом импульсе. Я насколько смотрел, смотрел. Честно, это уже или из-за опыта, да, хотя небольшой у меня, так сказать, опыт. Но, тем не менее, когда смотришь за одним и тем же инструментом, все равно идет уже какое-то вот такое чувство, что, ну, что-то не так. Потому что давили в этот день, все, все замечательно. И, тем не менее, не идет. Откаты, откаты. Я сюда не попался, что хорошо. Но, тем не менее, и вот это движение, да, пропустил. Потому что для меня оно было не вписываемо в мой сценарий, да. Я смотрел только на лонги. Если мы увидим, я делаю план с утра, только лонг, никаких шертов. Но, модель поломали. И сейчас очень важно это закрытие вот ниже вот этого бара. Лоу у него 66-70. Закрылись пока выше. Это мог быть вынос, да, ложных, ложных, вынос лонгистов, да. То есть, сделали маленький укол. 70 уровень, здесь 52. То есть, укололи. И на дневном графике это смотрится, конечно, не сильно. Но, если мы перейдем на часовой, видно, что модель сломали. Потому что, ребята, не добили даже до 70. Опять мы укололи. Опять это у нас какой-то психологический уровень. Психологическая цифра 70, да. Сломали модель. Пока смотрится не все-таки на шарты. Но, глобально у нас лонг. Это всего лишь откат, да, на глобально восходящем тренде. Поэтому, ключевая цена, за которой я бы следил, и так как вы смотрите мой обзор, вам рекомендую, это посмотреть закрепление 66-70. Сегодня никаких позиций я бы не открывал. Если мы не увидим уверенное закрепление 66-70, тогда да. Тогда бы я посмотрел все-таки на открытие шартов. Потому что будут вылетать люди по стопам, да. Те, которые брали в лонги и хорошо спрятали, поставили стоп. Не жадные, да, и поставили его за эту свечу. Скорее всего будут капитулировать и будут выходить. Тем более, смотрите на каком объеме мы это слили. То есть, кому-то это действительно было нужно. Но вот вопрос теперь остается кому? Покупателю, чтобы добрать позицию. Или это продавец сломал тренд, да, и теперь мы пойдем еще ниже. Поэтому 66-70 на пробой, если мы пойдем и закрепимся, будет шорт. Евро-доллар. Евро-доллар на этой неделе хорошо себя показал. Удалось взять вот от этого уровня шорт у меня. Вот, потом вышли новости. Я сейчас покажу. То есть, я взял шорт, вот здесь позакрывался. Сейчас, это 5-минутный график, да. Я вот здесь на спокойную 46-45. Вот здесь моя цена была средняя, да. Я заходил, дали, и потом сразу же резкий выкуп. Хорошо, что я просто закрыл там 3-4 к одному. Не стал жадничать, не стал сидеть, потому что знал, что мы все равно на восходящем тренде. Любой откат может выкупаться быстро. И вы знаете, сыграла новость. То ли повезло, да, то ли стратегия действительно настолько отрабатывает четко, что. Но вот если не жадничать, вы будете в долгосрочной перспективе в плюсе. Поэтому, евро-доллар. Откат, все замечательно. А пока тенденция у нас, как по нефти, не сломлена, да. У нас был перехай вот этого максимума. Все хорошо. Сейчас откатились. Если не будет перелоу, да. Так как мы встречаемся с вами по пятницам. На следующей неделе не будет перелоу. Я бы рассматривал любую цену в этом диапазоне. После проторговки, да. По вашей стратегии, естественно. Может вы там ловите ножи или по часовику влетаете. Это такое дело. Но я бы смотрел, все равно евро-доллар на продолжение движения упали, придержали, да. Вот. Не дали нам сходить ниже. Если вообще взять это движение как таковое, да. Мы сделали 177 пунктов. И слили нас на 100 пунктов вниз. Примерно 50, там плюс-минус процентный откат, да. То есть я торгую технику. Вы уже заметили, я думаю. Вот. Поэтому ничего здесь страшного нету. Мы идем, растем, растем, растем. Откатились, идем выше. Идем, 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 идем. Новостной, скорее всего, какой-то бар, да. Что так слили, выкупили. Все замечательно. Ну, не может рынок ходить просто вверх или вниз. Естественно, будут откаты. Пока все хорошо. Пока смотрим вверх. Евро-доллар, я думаю, что пойдем еще выше. То есть вот эту объемную свечу мы также не смогли побороть. Выбросили всех, да, вот этим хвостом новостным. Но, тем не менее, закрепляемся. То есть видите, какой объем прошел, какая красивая свеча. В принципе, сегодня я бы посмотрел вот выше, локально, да, взять. Выше 1.2105 на лонг, да, с целью там. Конечно, цель глобальная 1.2180, но я бы не стал жадничать. Где-то 3-4 к 1, вот здесь в районе 35-30 уже бы закрыл. И отдыхал спокойно на этих выходных. Доллар-рубль, если кто торгует, да, или московскую площадку, или так же на Форексе рассматривает. Интересная ситуация в плане того, что подошли к большому сопротивлению, да, то есть держали мы его очень долго. То есть сначала даже декабря, плюс-минус там с 8-го числа. Вот, и сейчас подошли. Развязка тоже будет очень интересная. Пока никаких сценариев по ней не даю. Потому что сделали ложный пробой. Все замечательно, идем выше. Но, тем не менее, мы не идем выше. Нас опять давят к этому уровню. Развязка будет очень интересная в плане того, что если мы закрепимся все-таки ниже этого уровня, вот тогда я бы рассматривал доллар-рубль на шорты. Вот, но пока я не стал спешить, потому что мы можем сходить просто еще раз протестировать где-то зону вот этих, кто спрятал стопы. Семнадцать, ой, семьдесят три, восемьдесят. Восемьсот семьдесят, что язык с утра соблетается. И после этого, если мы вернемся все-таки, после этого теста, да, выноса по стопам людей, которые уже тут быстренько решили запрыгнуть и начать лонговать, я думаю, что их еще выносут. И тогда уже семьдесят четыре, триста двадцать шесть я бы рассматривал на продолжение лонговых позиций от этого уровня сопротивления. На этом будем завершать наш обзор. Желаю вам хороших сделок, приятных выходных. Главное не болейте. Всего доброго.